Всем привет! С вами Хватитрехминут. Сегодня я хочу показать вам бой, который был полон экшена, как в голливудских фильмах. Отыгрывать я буду на СТБ-1. Попались на карту Ньюбейн. Видим по сетапу команды противника Яга есть, Т110Е4 из тяжиков. Это ИС-4. Ну, достаточно медленный сетап, который, скорее всего, будет отыгрывать точку С. Есть у них 2 СТ, 54-ка и Прога. Поэтому я решил отыграть мосты, дабы использовать свое основное преимущество. Это минус 10 УВН и крепкую башню. Есть у нее, конечно, уязвимые места в виде триплекса, который находится справа. Видите, берется точка А. Кто это может быть? Какая-то СТ, 54-ка. Опаньки, да? Противник не ожидал, что у нас гнется так хобот. Мы езжаем еще раз. Не поднимает. Значит, надо наказывать. Пытается, пытается противник найти себе позицию, дабы забрать нашу точку. Не уходит. Но это нам на руку. Работаем по нему. Видите, пытался, скорее всего, мне попасть в этот триплекс маленький, но он настолько маленький, что если вы будете мансить, стоять на месте, конечно же, на этом танке нельзя. Даже если вы выезжаете на противника, нужно немножечко двигаться, чтобы ему было сложнее именно выцелить это уязвимое ваше место. Е4 уже в Карнецкий заходит нашему Е4. Прожиг тут. Непонятно, что с ним происходит. Возможно, он там лагает, потому что мы его еще не раз встретим. Спускаться вниз смысла я не вижу, потому что есть отстрел по команде противника, пока они там пушат нашего Татуиза. Да и, в принципе, по мини-карте заметно, что вся команда светится внизу. Хотел я ему тут зарядить, но зарядил я по стене. Ползет уже из 4. С этой позиции мне уходить пока я не вижу смысла. Так как здесь я использую свои основные преимущества. Это в виде крепкой башни. Вет 4. И они тем более едут на нашу точку. Точку Б. По очкам, конечно, печалька. Но здесь с нами еще два бойца. Нужно отстрелить по максимуму, а потом, возможно, уже вернуться на наш респ. Так. Яжик ползет. Даем в борт. Не очень хороший отстрел получился. Хари, скорее всего, промазала. Хэвик в ужасе просто бежит. Вот в ужасе он прибежал в ангар с поджогом. Подставляется из 4. Видите, да, с прогой что-то не так явно. Возможно, он даже лагает. Ситуация. 3 остаемся в 5. В принципе, тащится. Хари получает, к сожалению. Надо сдавать назад. Я понимаю, что подставляться вот так нельзя. Нужно выводить их на себя. Вот он, Е4. Ну, практически уже хочет. Давай. Пополз. Даем ему каточек. И все. Хари закончилась. Прога продолжает что-то начекивать. А нужно, на самом деле, сдавать назад. Отыгрывать тоже от башни. У него неплохие УВ на минус 9. Уже Яга ползет. И тут еще есть право прога. Мы остаемся 2 в 5. Ситуация плачевная. Потому что по очкам 717. Но противник хочет мяса. Он хочет набить на нас урон. И он ползет. Даем по проге. Все. Ситуация еще более обострилась. Потому что уже едут сюда наверх. Сейчас будут меня прокидывать. Даже тот же Е4, который сейчас появился. У него минус 6 вены. Ну, вот так вот ему хватает. Еле-еле успел запрятаться здесь. И остаюсь 1 в 5. Надо валить вниз. Просто валить вниз. Какая-то дикая просто вертуха. Забираем прогу. Вижу гриля. Понимаю, что нужно к нему лететь. Я могу от него принять. У меня еще будут очки прочности. Но ситуация опасная. В том, что... А если мне зарядят в корму? Вдруг у них УВ нам хватит? У ВНа хватит. Надо забирать гриля. И четвертый уже десантировался. Стоит. Решил взять на верочку голду. Чтобы 100% его забрать. 276 хп. В принципе, можно. 263. Да что ж такое. 13 хп остается. Я чувствую, что это не конец. Забираем ИС-4. И тут же десантируется еще Е-4. В полете. Но здесь трупик 54-ки нас спасает. Даем по нему тычку. Ситуация, в принципе, уже немножко разрядилась. Осталось Ягов. Тоже можешь десантироваться? Нет. Забираем Е-4. Все. Все. Осталось забрать всего лишь навсего Ягу. Но 843 очка. Превосходство душит. Я играю не на пробитии. Понимаете? Я играю на ДПМе. И мне не хватит кумулятивных снарядов, чтобы ему пробить в рубку. Одно дело, когда вы играете на пробитии, там 330 становится. И ничего сложного. Просто взять и забрать в рубочку. Но я все-таки решил больше предпочитаю использовать ДПМ. Так как зачастую ездию на именно СТ направление. Это очень важно. Чтобы перестрелять СТ-шек. Сломал вот эту фигню, которая здесь. Закрывает меня немного. Пытаюсь от бортика. 940 очков. Я вижу, что что-то нужно делать. Развести противника. Но я шотный. Даже фугасом Яга скорее всего меня заберет. Видите, а рубочка-то розовенькая. Выехал. Острелился. Кепочка. Нет. 987. Нужно уже на верочку точно забирать. Понимаете? Скорее всего сейчас прогресс будет по очкам. Успевай. И Яга улетает в ангар. Спасибо за просмотр. Вот такой вот трешак происходил на данной карте. Кому понравилось, оценивайте. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. И всем до новых встреч.